Отчетный сбор атамана и правление Лобинского казачьего отдела состоялся в Новокубанске. На мероприятии собрались казаки из тех районного отдела. Присутствовали на сборе атаман Кубанского казачьего войска Николай Далуда, руководители районов, их заместители, священнослужители, представители правоохранительных органов. Армавирскую делегацию возглавил городоначальник Андрей Харченко. После торжественного внесения главных казачьих святынь, священнослужитель прочел молитву, чем положил начало итогового сбора. О проделанной работе за 2018 год и планах на 2019-й отчитался атаман Лобинского отдела Кубанского казачьего войска Виктор Верзунов. Согласно существующего законодательства казаки взяли обязательство принесения в государственную службу. 146 казаков-дружинников осуществляет охрану общественного порядка совместно с правоохранительными органами на постоянной основе. Созданная работает совместно с полицией и региональным управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Краснодарскому праву. Мобильная казачья группа в составе 48 человек. Чуть более года назад на базе нашего войска создан Союз казачьей молодежи. Это большой перспективный проект, который позволил на более качественном уровне заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Не менее приоритетным направлением в работе отдела является подготовка молодежи к службе вооруженных сил. Мы отделы имеем первое место по постановке на учет войске и были второе, сейчас третье по принципу. Атаман Кубанского казачьего войска Николай Далуда, заслужив отчет атамана Алабинского отдела, акцентировал внимание присутствующих на важности работы с подрастающим поколением. Это одна из главных задач членов отдела. Кроме того, казачий генерал напомнил собравшимся об изменениях, которые в скором времени ожидают местных казаков. В конце прошлого года на Большом казачьем кругу было принято решение об объединении всех реестровых казаков России в одно войско. Определен штаб правления Всероссийского реестра казачьего войска, который будет находиться в Москве во главе с Верховным атаманом Всероссийского реестра казачьего общества. Штаб 43 человека. Что такое сейчас штаб Всероссийского реестра казачьего общества? Это возможность непосредственно на федеральном уровне со всеми министерствами организовать тесное взаимодействие, в том числе входить в федеральные программы. Это значительно, я считаю, будет серьезный, более серьезный шаг в дальнейшем развитии именно всех 11 реестровых казачьих войск России. Большие роли в разносторонней работе Лобинского отдела Кубанского казачьего войска отводятся и Совету стариков, долгое время возглавлял который Петр Иванович Маковкин. Однако он попросил сбора освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья в связи с достижением преклонного возраста. Место председателя Совета стариков теперь займет Анатолий Курочкин. «Братья казаки, я очень благодарен за ту честь, которую вы мне оказываете. Я обещаю вам, что я вас никогда не подведу». Рассмотрели на сборе и ряд других важных вопросов. По итогам заседания работы Атамана и правления Лобинского казачьего отдела за отчетный период признали удовлетворительной. Марина Бартенева, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. Мониторинг цен на социально значимые продукты питания проводится в Армавире. Соответствующая работа ведется специалистами отдела цены тарифов администрации города. Они посещают магазины, стационарные торговли, ярмарки, в том числе и сельхозрынки, гипермаркеты, супермаркеты и магазины шаговой доступности. Согласно мониторингу, проведенному вперед с 1 декабря по 15 января в Армавире был зафиксирован рост стоимости некоторых социально значимых продуктов питания. «Особый рост цен зафиксирован на яйцо. В указанный период он составил 19,46%. Причиной роста явилось сезонное снижение объема производства яйца, а также увеличение покупательского спроса в новогодние праздники. Однако на 22 января 2019 года зафиксировано снижение цены на яйцо на 8%. Подорожала за этот период и молочная продукция. Причиной тому послужило увеличение закупочных цен на сырье у сельхозтоваропроизводителей. За анализируемый период подрос более чем на 10% в ценник на охлажденную курицу. Продавец объясняет это все тем же ростом закупочной стоимости. При этом на 22 января 2019 года зафиксировано снижение цены на 5%. За данный период зафиксированы сезонные изменения в сторону увеличения средних розничных и оптовых цен на овощные культуры, входящие в потребительскую корзину. Увеличение составило до 6,6%. Причиной увеличения цен на овощные культуры в данный период являются затраты на их хранение, а также рост цен на энергоносители». В целях стабилизации цены, насыщения потребительского рынка продукции сельхозтоваропроизводителей в Армавире с сентября по июнь еженедельно по средам, четвергам, пятницам и субботам проводятся ярмарки в различных микрорайонах. Цены здесь ниже среднерозничных на 15-25%. Марина Бартинева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Продолжение следует... Компания «Фамилия» сотрудничает с владельцами торговых марок со всего мира и покупает у них излишне произведенный и нераспроданный товар огромными партиями и по очень выгодным ценам, чтобы потом также выгодно предложить покупателям. В магазине будут представлены товары почти 6 тысяч брендовые с более чем 40 стран мира. Попробовать новый формат покупок теперь смогут и жители Армавира. Торжественное открытие магазина «Фамилия» в мега-центре Красная площадь состоится 26 января в 11.00. Покупателей ждет большой праздник с призами и подарками. Марина Бартинева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира.